Погоди-ка. Раз, два. Аплодисменты, пожалуйста. Беа настолько разнообразная. Она и шеф-повар, способный приготовить, пожалуй, лучшую тортье де фритата в северной Испании. Она и певица, способная довести суровых взрослых мужиков до слез, одной из своих испанских народных песен. Она и диджей, устраивающий вечеринку для своих друзей. И у нее как будто бы есть некое подсознательное понимание природы и ее естественного окружения. Для меня строительство трейлов — это намного больше, чем создание чего-то из ничего. В этой местности очень богатая история между городами и много затерянных троп. И для меня важно найти ту жизнь, которая была утеряна с этими тропами. Для меня создание трейлов — это не деструктивный процесс, а наоборот — конструктивный. Королева Биаскаса Мне нравятся горы и снег, и мне нравится кататься на байке. Это то, что я люблю больше всего. А еще мне нравится быть с пистоном и находиться в горах. Потому что в итоге ты оказываешься как бы на другой частоте, чем когда ты с людьми. Моя голова как будто бы успокаивается, и больше мне ничего не нужно. Что все эти трейлы значат для меня? Что ж, для меня они значат целую жизнь. Когда Биа и Андреас работали на трейлах, многие пожилые люди подходили к ним, рассказывали и помогали Андреасу и Биа. Рассказывали много старых историй об этих тропах. Да, я думаю, что у этих трейлов есть много разных миссий. И одна из них — это сохранить историческую ценность, которую они несут этим людям. Если вы даете этим тропам вторую жизнь, то вы даете вторую жизнь и всей долине. Когда я только встретил Бею, что я сразу понял, что я хочу делиться с ней. Даже несмотря на то, что она жила в городе, я понял, что в душе она всегда хотела находиться в горах. И это мне сразу понравилось. Когда мы только встретились, она сразу захотела поехать со мной в горы и разделить со мной все то, что мне так нравится. И мне понравилось, что она из тех девчонок, которые на все готовы, и делают это с радостью. Это было для меня очень важно. Мы катаемся в раю с королем и королевой Вьескоса Андреасом и Беей. Я знаю, что такое случается на каждых выходных, когда во время катания одна большая группа разделяется на две поменьше. Я знаю, что некоторые люди думают, ох, блин, о, господи. Я в группе блондинки. Мы поедем медленно и не будет никакого флоу. А ребята с Андреасом поедут на большие трамплины и все такое. Ну, а потом в конце дня оказывается, что люди очень устали. Просто гейм-овер. И группа Бея все время ехала даунхилл, спуск, еще один, еще, еще спуск, еще даунхилл. И в итоге в конце покатушки у людей уже сил не остается. И они говорят, эй, эту девчонку невозможно укатать. Я знаю, что многие люди вначале говорят, эй, это же медленная группа. Но с Беей это совсем не медленная группа. Привет, меня зовут Бея. Я живу в Бьяскосе, и моя работа строит трейлы, чтобы люди катались на велосипедах. Моя любовь к гарам и трейлам появилась во многом благодаря Андреасу. Потому что именно он учил меня всему этому. Все это благодаря Андреасу. И то, какая связь при этом устанавливается между тобой и природой, стала для меня самым восхитительным открытием. Для меня снег и катание на сноуборде очень похожи на катание на горном велосипеде, если сравнивать. То, что усилие, которое ты тратишь, поднимаясь с велосипедом или на снегоступах в гору, стоит того, чтобы спуститься вниз. И для меня это очень схожие ощущения. И когда я беру байк и отправляюсь в байк-парк или со сноубордом на горнолыжный склон, для меня это очень схожие ощущения. Конечно, они разные, как разные виды спорта в своих моментах, но для меня они очень схожи. И мои ощущения при этом очень похожи. И в этот момент я не думаю ни о чем другом, кроме катания. Мы сейчас как раз заняты сборкой байка Би. Ее нового байка, который она получит сегодня вечером и ничего еще о нем не знает. Эта электробайк спешалась слева для работы на трейлах. И интересно будет посмотреть, как она обрадуется, когда его получит. Правда в том, что между нами очень хорошее взаимопонимание. Мы дошли до того, что когда нужно начать новую работу или продолжить работу с предыдущего дня, нам даже не нужны для этого слова и нужно постоянно что-то обсуждать. Мы оба знаем, что нужно делать и очень хорошо понимаем друг друга. И мы оба наслаждаемся тем, что делаем. Оба делаем дело так, как нам нравится. Для меня это идеально. Для меня Бео как герой. Лично для меня. Потому что многие люди думают, что в дуэте Бео и Андреас тяжелую работу выполняет Андреас. Но когда ты их узнаешь, Андреаса и Бео, ты меняешь свое представление. И ты начинаешь думать, потому что видишь, что по-настоящему тяжелую работу зачастую выполняет именно она. Мы помогаем Бео и Андреасу, королеве и королю Бьескоса, отремонтировать один из лучших местных трейлов. Восстанавливаем несколько поворотов, строим несколько контроклонов, стоков для воды и даем трейлу новую жизнь. Приехав с востока и пытаясь поселиться в Бьескосе и обрасти работу в этой профессии, трейлбилдинге, постройке трейлов и разделить это все с мужем, это невероятно. Возможность создавать, строить, чинить и при этом находиться там, где я хочу, а хочу я быть в лесу, это великолепно. Я очень благодарна, бесконечно благодарна. Я бы хоть час умерла счастливой. Где погорячее? Где? Самое горячее место. Ты хочешь бумажку проложить? Не, не, спасибо. Нет. Но где? Самое горячее место. Внутри. Думаю, здесь. Не, Беа. Не, не надо, спасибо.